Девушки отдыхают Лутик, беги сюда скорей Смотри, что это? Следы какого-то зверя А он огромный, этот зверь Ой, а вдруг он опасный? Вот такой Что это за страшилище? Никогда такого не видел Мне кажется, он теперь живет в нашем лесу А может он не страшный, а большой и добрый? Может он первый раз в нашем лесу? Заблудимся, ему нужна помощь Тогда его надо срочно спасти Найдем его по следам Наверное, страшилище тут лежало Отдохнуло и набралось сил? Но мы все равно должны найти его и спросить Не нужна ли ему помощь? Да, идем дальше Это голос страшилища? Мила, давай слетаем на разведку Это просто качели скрипят Можем идти дальше А куда дальше страшилище пошло? Может спряталось вон там? Привет! Мы пришли к тебе Давай знакомиться Наверное, страшилище там застряло Ой, как много снега Ай, ай, лапкам холодно Еще немного Ура! Вы нас нашли! Ты? Вупсень? А где страшилище? Сейчас вылезет Вупсень Откопали! Уф! Спасибо! А мы думали, что спасаем страшилище Но так тоже хорошо получилось Так откуда же в наш лес прибежало это страшилище? Мы нашли в шкафу карнавальный костюм И там были лапы с когтями Ага, и мы решили всех разыграть Наследите тут и там Страшными лапами Когда мы увидели эти следы Мы сразу подумали, что по лесу бродит неведомый зверь Настоящее страшилище Ага, да-да А потом мы решили построить пещеру страшного чудища И построили Но она превратилась в сугроб И нас завалило снегом Хорошо, что у страшилища были так тепло одеты лапы Сегодня мы узнали, что прежде, чем устроить розыгрыш Надо хорошенько подумать, не напугает ли твоя шутка друзей Девушки отдыхают Собой в пятнашки играл, бегал, бегал и поймал наконец Теперь твоя очередь, давай догоняй меня Что это с ним? Я не знаю, шла себе мирно, а он как выскочит из-за хустов и давай за мной гоняться А разве вы не в пятнашки играли? Я играла сама по себе, а Пупсень все время моё ведерко запятнать хотел Хм, странные какие-то игры у него Они что, теперь втроём везде ходить будут? Так не годится, нужно придумать, как их разделить Ого, подарок! Кому это интересно? Лунтику и Кузе Это нам! Лунтик, постой! Тебе это не кажется подозрительным? Подарок ни с того ни с сего среди бела дня Это наверняка подстроил Сами знаете кто! Мила, ты такая подозрительная! Пупсень гнался за тобой, а подарок-то нам! Ого! Ого! Вот здорово! Игрушки! Ну вот! А ты на Пупсеня наговаривала! Целая коробка игрушек не похожа на злой розыгрыш! Ой, ой, ой! Что это? Лунтик, я сейчас! Помогите! Фу, клей! Ну и кто, по-вашему, подстроил такой липкий розыгрыш, а? Пупсень! Пупсень! Где ты? Ой! Моя ведерко! Верни его немедленно! Моя паутина! И кто мне объяснит, что здесь произошло? Дядя Шнюк, простите его, пожалуйста! Просто у нас беда! Кое-кто похитил... Не смей! Не смей говорить! Плюшевого зайку Пупсеня! Молчи! Ха-ха! Плюшевого зайку? Так ты подумал, что это я твою игрушку похитила? Ну подумал! И что? Все равно это не он! Мой во пушках хвостик беленький! Бедный пушок! У кого только рука поднялась! Ха-ха-ха! Ну-ну, не расстраивайся! Найдет же твой зайка! Конечно! Мы все поможем в поиске! Вспомни, где ты видел его в последний раз? Вот здесь! Прямо под одеялом! И больше я его не видел! Теперь понятно! Знаю я, Пупсень, твоего похитителя! И сдается мне, он все еще в этом доме! Да? И где же он? Ха-ха-ха! Найти его не так просто! Но мы постараемся! Поставим все на свои места! И прятаться похитителю будет некуда! Ну погоди же, ворюга! Вот я все приберу и тебя найду! Отведешь за пушка! Ура! Нашелся! Пушок! Я тебя нашел! Да, ты спас его от беспорядка! Я понял! Я понял, кто был похитителем! Беспорядок! На этом загадочные похищения у гусениц закончились! Ведь с того самого дня они поддерживали в доме чистоту и порядок! Привет! Я Лунтик! Я снова с вами! Наговорился! Я мамой спрашиваю, а что сегодня на завтрак? Она каша! Я смотрю, фу! Манная каша! Опять манная! Понимаете? Я не люблю манную! Я больше пшенную люблю! Если с маслом! А если еще и с вареньем! У-у-у! Ну, смотря какое варенье, конечно! А потом манная каша остыла и застыла! Хе-хе-хе! Так смешно получилось! Остыла и застыла! Что-то мне нехорошо! И мне как-то не очень! Может, мы заболели? Это моя любимая! А банка-то банка тяжелая! Стой! Не подходи! Мы заразные! У нас, у нас карантин! У-у-у! Карантин? Это я знаю! У меня сестренка кашляла, так нам нельзя было в гости ходить! Хе! Это что ж теперь делать-то, а? А! Здравствуйте! Эй! Подождите! Я с вами! А знаете, у Лунтика и Кузи карантин! А я еще не заразный! Запомните, на чем я остановился! Я потом обязательно дорасскажу! Там дальше самое интересное! А банка-то тяжеленная! Я с трудом ее поднял и понес, и понес! Несу, а сам мечтаю! Вот даем мой волшебный замок! Пойду рисовать! Кругом! К маме шагом марш! Раз, два, к левой! Раз, два, к левой! Раз, два, к левой! Лиза, впрочем, мама сама меня погулять отпустила! Ей отдохнуть надо немножечко! Так вот, я продолжу! О, смотри! Смотри, кто летит! Где летит? Кто летит? Никого не вижу, кто летит! Вы знаете, если долго смотреть на небо, то можно... О! У меня голова кружится! Слышишь? Тишина-то какая! Тук-тук! Я здесь! Мама, у меня работает много! Поэтому ей нужно отдыхать! У-у-у! Догонялки! Ура! Я рисую, знаете, очень большую картину такую! За один день не дорисовать! Ой! И даже нам с мамой не дорисовать! Там всего-всего всякого будет! Тут баска с вареньем! Ба-бах! И разбилась! Нет, вы только представляете! Взяла и разбилась! Вот такая лужа получилась! Что же вам еще рассказать? Что у меня сегодня было такого? Сегодня что было? Сегодня такое было! Сейчас мы тебе все расскажем! Да, например, мы Лунтика с Кузей видели, мимо прилетали! Такие грустные они были, будто заболели! Ой, слушай, я вспомнила! К нам крапинницы как-то прилетали, всех нас обсыпали своей пыльцой! Да-да, я помню, у нас была сыпь красная! Точно, это была целая эпидемия! Ужас был! И так однообразно все желтые были из-за этой пыльцы! Слушай, а мы сегодня шляпки расписывали! Да, я делала красный узор! А я голубой! А я желтым заканчивала! Да, мы себе такие шляпки сделали! Теперь мы самые красивые в лесу! Ни у кого таких шляпок нет! Понимаешь, Букашек, я такие шляпки в журнале мод видела! Но здесь в округе ни у кого нет, точно! Я узнавала! А как думаешь, Букашек, к нашим шляпкам какие платья подойдут? Я вычитаю, что любые подойдут! И зеленые, и синие, и красные! И еще очень важно, чтобы обувь подходила по цвету! К шляпке и к сумочке! Нет, наоборот, к обуви и к шляпке, чтобы сумочка подходила! Эй, Букашек, как ты думаешь? Да! Вот видишь, я права, он со мной согласен! Да нет, ты все перепутала! Полетели, Букашек, с нами! Сам все увидишь и нас рассудишь! Ты как цвета сочетаешь? Интуитивно, да? Ведь кто интуитивно, а кто очень даже по правилам! А бывает по настроению! Обычно у меня настроение хорошее, и так, да! Чтобы было хорошее настроение, нужно хорошо выспаться, скажу я вам! Нужно принарядиться! И прихорошиться! О, смотрите, смотрите, кто летит! Кто? Кто летит? Мой малыш вернулся! Ну, рассказывай, где был, кого видел, что делал? Мама, потом никому ничего не скажу! Наговорился, хороший мой! Маленький Букашек тут же уснул И ночью ему снились бабочки, и они все говорили, говорили, говорили Привет! Я Лунтик! Я снова с вами! Пилигримы Лунтик! Лунтик! Кузя, ты куда собрался? В поход! Ты со мной? Прогуляемся! В такую погоду? Давай лучше завтра, когда гроза пройдет! Эх ты, неженка! Не хочешь, как хочешь! Я тогда без тебя! Кузя, подожди! Кузя! Ничего не понимаю Вчера тебе было лень даже выйти на улицу, чтобы поиграть в мяч, а сегодня в поход Это потому, что надо воспитывать силу воли Надо закаляться и преодолевать трудности И вообще, сколько можно сидеть на одном месте? Пора мир посмотреть! Что? Мир посмотреть! Прыгай! Ты что? В такой шторм? Эх, слабак! Ну, тогда я один Одного я тебя не отпущу Здорово! Теперь мы пилигримы Кто? Пилигримы! Путешественники! Кузя, ты же никогда не любил путешествовать А теперь люблю Кузя, осторожней, ветка! Ой! Ой! Прости, Лонтик, это все из-за меня Это из-за того, что завтра мне Что-что тебе завтра На прививку И ты из-за этого Кузя Похоже, Кузя заболел Заболел? Да, придется делать укол Укол? Корней, Корнеич, Кузя очень боится всяких уколов и прививок Он из-за прививки-то в поход и пошел Хм, что же делать? А сделайте сначала мне укол Кузя увидит, что это можно легко перетерпеть И не будет бояться Почти не больно Теперь твоя очередь, Кузя Ничего, кольнут немножко И думают, не даром говорят У страха глаза велики Зато потом не заболеешь И сможешь так же беззаботно и радостно Петь веселые песенки Вместе с Кузей и Лунтиком Если хочешь быть здоровой А ты ведь хочешь Время с пользой проводить На прививки и уколы Ты не бойся, приходи Не надо бояться Давайте все к нам на прививку Не бойся, приходи Привет, я Лунтик Я снова с вами Волшебный костюм Меня будут звать Зайка Пушистик А тебя Зайка Ушастик Симпатичный костюм получился Сейчас мы и тебе такой же сделаем Вот тебе-то мы шили костюм для маскарада А мне так и не успели Ничего страшного Будешь без костюма Ага Здравствуй, Вупсень Какой у тебя красивый костюм, Волка А у тебя какой костюм, Пупсень А у меня? Вы что, не видите? У меня костюм Красной Шапочки Только я его надеть забыл Пупсень, у меня идея Стой, здесь мерить будем Надевай Ну как? Здорово Что это вы делаете? Как что? Не видишь, что ли? Костюм меряем Он не видит Да, я не вижу Ммм, Кузя Ай, как жаль Пойдем, Пупсень Не будем смеяться над чужим горем Каким еще горем? А ну, рассказывайте Разве не печально, что Кузя глупый? Кто глупый? Я глупый? Да объясните же вы, наконец Что это за костюм? И почему Кузя должен его видеть? Это костюм Леопарда Который Пупсенью одолжил Корней Корнеевич Он шит из специальной ткани Которую видят только умные А для глупых эта ткань невидима Вот ты, Мила, видишь этот костюм? Нет То есть, да Я вижу Ну вот, Мила видит А ты, Кузя, не видишь Значит Подождите, подождите Мне просто солнце в глаза отсвечивало Я тоже вижу Ну, конечно, Леопард Правда красивый? Спинка пестрая Глаза золотые Очень красивый Пупсень, дай Кузе на маскараде в нем выступить Это мой костюм Не будь жаденой, брат А Кузя даст тебе своего зайку Дашь, Кузя Ага Мила, ты правда видишь мой костюм? Да, конечно Очень симпатичный Ух ты! Может, у меня будет самый лучший костюм на маскараде Я в этом не сомневаюсь Мила, из тебя получился отличный зайчик Спасибо А я как тебе? Ты о чем? Мой костюм Леопарда Я с Пупсенем поменялся Тебе что, не нравится? Я не вижу никакого костюма Ты не видишь? Так, с Лунтиком тоже все ясно А сейчас обратите внимание на Вупсеня и Пупсеня В прекрасных костюмах Зайца и Волка Наши костюмы ерунда Вот скоро придет Кузя в костюме Леопарда Вот это будет сенсация Ну что ж, с нетерпением ждем Кузю и его Леопарда Да не расстраивайся ты так Сегодня глупенький, завтра поумнеешь Посмотри еще раз Точно не видишь моего костюма? Вообще Мила, попроси, пожалуйста, Пискаря Ивановича Объявить о моем выходе Ага А вот и наш Кузя в костюме Леопарда Вам чего? Мой костюм не нравится Кузя, на тебе нет никакого костюма Как нет? Вы же сами сделали его для гусениц Волшебная ткань, золотые глазки Кузя, никакого костюма для гусениц я не делал Ах, значит вы меня обманули? Гусеницам пришлось вернуть костюм Кузи А Кузя и Мила поняли, что не надо бояться быть честным Иначе рискуешь стать смешным Привет, я Лунтик Я снова с вами Заколдованная принцесса Ты будешь первым придворным А ты моей фрейлиной Эй, Мила, ты чего это так вырядилась? Ага, корону нацепила! Я играю в принцессу Мила, ну какая из тебя принцесса? Какая, какая? Заколдованная Точно, заколдованная Мила, заколдованная принцесса Мила, заколдованная принцесса Заколдованная принцесса значит А что, это мысль Теперь смеяться буду я А хорошо бы сейчас оказаться на земляничной поляне О, смотри, заколдованная принцесса летит Эй, принцесса, а где твой принц? Ой, а что это у вас за спиной? Э? Клава? А где Мила? Как это где Мила? Я Мила Ой, кто это? Это я? Что со мной? Заколдовали! Это все вы! Расколдуйте! Не, братишка, не верю, нас разыгрывают Пойдем посмотрим, как там настоящая жаба Клава поживает Да, а ты, Клава, то есть Мила, посиди пока здесь Куда вы? Да как же? А расколдовать? Клавочка, их нужно опередить Привет! Клава? Тут и Клава там? Ой-ой-ой Там Мила, заколдованная! Что будем делать? Ничего не будем, просто сбежим Расколдуйте! Привет, что случилось? Мила в жабу превратилась и требует ее расколдовать Вупсень, Пупсень, вы не заболели? Расколдуйте! Не виноваты и мы! Она сама! Нужно позвать бабу Капу Она что-нибудь придумает Нельзя! А то она всегда с жабой останусь Как теперь летать? Куличики лепить? Платья носить? Мила, не переживай Мы все равно с тобой дружить будем Нет! Расколдовать? Расколдовать? Понял! Нужно искать злого дракона! Это драконы! Они меня заколдовали! Эй-эй! Все драконы давно побеждены! Есть же заклинания! Крибли, крабли, бумс! Мобили, кобили! Куры-муры-буры! Жаба, вернись! Мила, вернись! Не получилось! Смотрите! Я книжку нашел про царевну лягушку Принц поцеловал лягушку И она превратилась в прекрасную принцессу Ее что? Целовать надо? Ну, давайте попробуем Вот ты и целуй! Нет! Вы заколдовали? Вы целуйте! А то, а то съем! Нацелуйте, наконец! Ура! Мила! Получилось! Расколдовалась! Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе Мила объяснила Лунтику, что разыграла гусениц Будет им хороший урок Ведь перед тем, как что-то сказать Нужно хорошенько подумать Мало ли что Ты зачем Милу заколдованный обозвал? Совсем безголовый? Ой! Сам безголовый! Ой! Фу! Обошлось! А то ведь могли и безголов остаться! Ха-ха-ха! Привет! Я Лунтик! Я снова с вами! Травожуйка Ага! Я выиграл! Что? Помнишь, мы спорили, кто из нас ленивее? Ты сейчас сорвал травинку А мне не то, что срывать Мне ее даже сжевать лень Значит, я ленивее Э! Ты чего? Ха-ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Видишь? Тебе не лень за мной гнаться Значит, я ленивее! Ой! Ай! Ой! Ах! Ой-ёй-ёй! Ой! Эй, Корней! Бросай свою косилку! Пошли чай пить! И к чаю сюрприз тебе будет! Сюрприз? Тогда не откажусь! Смотри! Эта штука траву пережевывает! Ха-ха! Здорово! Получается, после нее сжевать не надо Только глотать! Фу! Какая горькая! Это тут горькая! Я знаю, где сладкая! Пойдем! Ну, жуем себе этой штукой немного травы Пока Корней Корней чай пьет! Пошли! Ты наш первый слушатель Слушатель? Гимн природе Ария Стихи Шнюка Исполняет Шер Интересно, как же она включается? О! Жми сюда! Солнышко раскинулось над лесом И ковер цветочный стелется вокруг Бабочки воздушные принцессы Хороводом выстроились в круг Как вкусно! Ура! Теперь у нас есть настоящая травожуйка! Вот это лень так лень! Ешь! А пережевывать не надо! Неужели сломалась?! А-а-а- а-а-а! Нежно лепесточки задрожали, Ручеек журчит невдалеке. Золотая искра пробежала По бездонной медленной реке. Золотая искра пробежала По бездонной медленной реке. Лови! А-а-а! Помогите! А-а-а! Браво! Браво! Не ожидал от вас такого? Без ложной скромности я лучший баритон в нашем лесу. Э-э-э, стихи тоже ничего себе. Помогите! Спасите! А где моя газонокосилка? А-а-а! А-а-а! Помогите! Спасите! Помогите! Ай! Ай! Какой ужас! Ее надо обязательно остановить! Лови ее, пчеленок! Нажми на кнопку! А-а-а! 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 Спасибо, Лунтик! Лунтик, спасибо! Спасибо! Ты нас спас! Лунтик и его друзья были очень рады, что все закончилось хорошо. А гусеницы сильно перепугались и получили хороший урок. Ведь с техникой шутки плохи. Даша, если лень жевать косилку, ты не должен брать. Не должен, не должен, ни за что не должен. Привет, я Лунтик. Я снова с вами. Клоуны Ну и смешной же ты, Пупсень. Да ты на себя посмотри. Ого! Смотри, Пупсень. Хм, интересно, что это они там делают? А-а-а! Ай-яй-яй! Ай-яй-яй! Пошли! Эй, здорово, малышня! Привет! Привет! Что это вы тут делаете? Готовимся к цирковому представлению. Будете участвовать? Ага. А что нужно делать? Ну, акробатические номера у нас уже есть. Фокусы тоже. У нас нет клоунов. Клоунов? Ну уж нет. Не дождетесь. Себе что, получше выбрали, а нам клоунами. Пошли отсюда, Пупсень. Вообще-то вас никто не заставляет. У нас и без вас номеров достаточно. Видишь, как они к нам относятся? А давай им за это представление испортим. А что, хоть повеселимся? Танец, бабочек. Я так и знал, что гусеницы попытаются всю испортить. Ой, нет. Спасите, помогите. Мамочки. Ай. Ой. Выступает Мила. Ай. 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 А-а-а! 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 Ая, ой, ой! Ая, ой! Ой-ой-ой! Ой! Ой-ой! Ой, ай-ой! Ай, ау-у! Упсень держись! Эй! Ай-ай! А-а! А-а! Акропаты, пчелёнок и кузя Ха-ха-ха! 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 Ай-яй-яй! Ой! Ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха! Эй, кто-нибудь, выпустите меня! Фокусник Лунчик! Я же боюсь теплоты! А? Пупсень, братишка, где ты, а? А куда вы дели Пупсеня? А-а-а! Помогите, отпустите меня! Спасите! Пупсень, держись, я сейчас! Вот это цирк! Все, сейчас нам достанется! Это ты виноват в нашем позоре! Браво! Браво! Здорово! Что это? Кажется, им понравилось! Браво! 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 Так гусеницы проявили свой клоунский талант, хотя даже не знали о его существовании. И больше они уже никогда не стеснялись казаться смешными. Однажды на Луне родился необычный малыш. Я родился! И случилось так, что он попал на Землю, где нашел много новых друзей. Привет! А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем. Чья поляна? Лунтик, Кузя, привет! Вас Корней Корнеевич зовет! Привет, Мила! А зачем мы ему? Он рассаживает цветы и просит нас ему помочь. Хорошо, мы уже идем. Мое яблоко! Нет, мое! Ого! Вот это вещь! Это паровозик Лунтика! Слушай, а давай его спрячем. Лунтик придет, а паровозика нет. Вот повеселимся. Точно! Будет знать, как оставлять игрушки, где попало. Давай здесь паровозик закопаем. А как мы его сами потом найдем? Не видишь, что ли? Вот под этим цветочком. А тут еще такой же цветочек. И тут. О! Нужно закопать у того засохшего дерева. Его со всех сторон видно. Ага! Эти цветы посадите, пожалуйста, на поляне у засохшего дерева. А я тут подружусь. Хорошо, Корней Корнеевич. Поляна уже недалеко. В общем! Сюда малышня идет! Вон дерево! Скорее прячемся! Здесь нельзя копать. Это наша поляна. С каких это пор она стала вашей? А с тех пор мы ее давно заняли. Вот, даже ветку сюда положили. Да! А это значит, что поляна наша. И зачем вам эта поляна? Эээ... Чтобы в догонялки играть. Но в догонялки можно поиграть и на другой полянке. А мы будем здесь играть. Купсень, ты вода! Нам эта поляна нужнее! Мы лес украшаем! Лес и так красивый! Хе-хе-хе! Ну, Корней Корнеевич просил нас на этой поляне посадить цветы. А нам не нужны цветы! Хе-хе-хе! А-а-а! 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 Значит, вы драться надумали. Сейчас мы вам покажем, кто сильнее. А ну, прекратите! Я сейчас Корней Корнеевича позову! Корней Корнеевич! Тише ты! Чего раскричалась? Уходите с поляны, а то позову! А-а-а! А может, мы тоже хотим украшать полянку цветами? А-а-а! Это же здорово! Вместе мы быстро все сделаем! Кузя за нами все время наблюдает. Я его отвлеку, а ты выкопай паровозик и перепрячь. Кузя, давай вместе цветочек посадим. Я у тебя поучусь. Что-то здесь не так. Эй, ты куда? Лунтик, у них твой паровозик. А? Прекратите! Хватит! Не надо драться! Перестаньте! Что здесь происходит? Пупсень и Пупсень мешают нам рассаживать цветы. А еще они стащили у Лунтика паровозик и пытались его спрятать. Ничего мы не стащили. Просто хотели вас проучить. Нечего разбрасывать игрушки, где попало. Пупсень, Пупсень, разве можно брать чужие вещи без разрешения? Даже если Лунтик оставил свой паровозик без присмотра, вы же знали, что это его. Да, пусть теперь помогает нам сажать цветы на поляне. А мы вам дадим с паровозиком поиграть. Эй, ладно, так уж и быть. Поможем! Все вместе ребята быстро справились с поручением. И поляна у засохшего дерева стала самой красивой в округе. Однажды на Луне родился необычный малыш. Я родился. И случилось так, что он попал на Землю, где нашел много новых друзей. Привет. А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем. Поздравляем вас с днем бабочек. Ой, спасибо. Вот это вам. Какой чудесный праздник. Поздравляем. Поздравляем. Да мы тоже объявим свой день. Какой день? День Гусениц. О, День Гусениц? Этот день празднуется уже много-много лет. Что-то и не слышал ничего про День Гусениц. А ты спроси у Лунтика, он-то наверняка не забыл Привет, ребята, Пупсень, Пупсень, поздравляю вас с Днем Гусениц Так это правда? Так это правда? Сегодня на самом деле День Гусениц? Конечно, а вы нам не верили Ну, и что это значит? А это значит, что сегодня вы должны устроить нам праздник Дарить подарки и приготовить угощения Ага, а еще делать все, как мы хотим А что вы хотите делать? Поиграть во что-нибудь? А что, отличная идея, в пятнашке Пупсень, Пода А вот и нет Но я же тебя запятнал Ты что, забыл, какой сегодня день? Сегодня нам все можно Все, я больше не могу Слушайте, мы еще за вами вернемся А сейчас нам нужно помочь ребятам все приготовить к празднику Бежим! Только про угощения не забудьте Ха-ха-ха! Какой прекрасный день! Давно я так не веселился Да, здорово мы их обхитрили А малышня-то и поверила Эх, жаль, нельзя каждый день устраивать день гусениц Вот было бы здорово! Они нас обманули! Кто? Гусеницы! Нет никакого дня гусениц Это они нарочно сочинили Чтобы мы для них все делали Не может быть! А мы их еще на тележке катали Так я и знал! Но в моем календарике написано Что сегодня день гусениц Так это они сами наверняка и написали Что же нам теперь делать? Мы столько угощений приготовили А давайте без них праздник устроим А что? Здорово! Да, давайте! Странно! Что-то малышней долго нет Они же сами сказали, что позовут нас Да, знаю, что сказали Только я уже очень проголодался Ладно, не ной, пошли Слышишь, Пупсень? Музыка играет Ага! Сейчас повеселимся О! Чувствуешь запах пирожков? А может, все-таки позовем гусениц? Но уж нет Ты что, Лунтик? Они же нас обманули Вот-вот Как вкусно! Эй! Ну чего? Без нас решили праздновать? Разве забыли, что сегодня наш день? Никакого дня гусениц нет! Вы нас обманули! Я все слышала! Пупсень, Пупсень Зачем вы это придумали? Э, ну, мы... Нам просто хотелось праздника А то день бабочек есть А для гусениц дня нет Так почему вы нам об этом не сказали? И что за праздник, когда весело только вам? Мы думали, вы не захотите, чтобы у нас был собственный праздничный день Но ведь это так хорошо, когда много праздников Может, простим их? А, ребята? Ладно, так уж и быть Садитесь за стол Только чур веселиться будем Все вместе Вечер удался Ведь теперь было весело всем А у гусениц с тех пор появился свой собственный день Однажды на Луне родился необычный малыш Я родился И случилось так, что он попал на Землю Где нашел много новых друзей Привет! А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем Новые друзья Привет, Мила! Привет! Смотрите, какую огромную доску я притащила Это для сиденья Мила, мы с Лунтиком решили не строить качели Почему? Мы хотим построить беседку На качелях кто-то один может качаться А в беседке все могут спрятаться от дождя, например, или от жары А как же качели? Я так хотела, чтобы вы с Лунтиком меня покачали Мила, мы хотим сделать что-то не только для себя, но и для других Вот пусть другие строят себе беседку А я хочу качели А я не хочу качели И вообще, это же не ты будешь строить, а мы с Лунтиком Так что как мы решили, так и будет Ну и стройте тогда сами свою беседку, только без меня Эй, Мила, зачем тебе такая большая доска? Она в нее играет вместо куклы Пошла спать укладывать Слушайте, вам еще не надоело траву жевать? А что, у тебя есть что-нибудь повкуснее? Есть, вот это Конфета Вы получите ее, если поможете мне кое-что сделать Говори, что делать, ради конфеты мы на все согласны Нужно построить качели Вон там, на полянке Какие красивые качели получаются Кроме вас, мои дорогие гусеницы, никто не смог бы такие сделать Осталось привязать здесь и здесь Как здорово! Вы такие милые! Покачайте меня, пожалуйста Как с вами весело! Все, теперь буду дружить только с вами Что? Мила, как ты можешь так говорить? Ведь это мы твои друзья, а не вупсень и пупсень Ну и что? Теперь я с ними буду дружить И вообще, пчеленок, подслушивать нехорошо Иди, ставь там свою беседку А нас с Милой не трогай Вас с Милой? С каких это пор вы стали с Милой? С сегодняшнего дня! Мила, если ты сейчас же от них не уйдешь Я с тобой больше никогда не буду разговаривать Почему это я должна уходить? Тебе не нравится? Ты уходи! Нет, ты уйдешь от них А ну иди сюда! Мы тебе покажем, как трогать нашу Милу! Лови его! Стойте! Перестаньте! А ну стой! Держи его! Стой, говорю тебе! Поймал! Тяни сильнее, пупсень! Ау! Как вам не стыдно обижать маленьких? Да они нас обижают! Мы им еще покажем! Пошли, пупсень! А конфету! Мила, ты нам конфету обещала! За что это она вам конфету обещала? За то, что мы ее на качелях покачаем! Вот ваша конфета! Так ты специально подговорила гусениц, чтобы нам настроение испортить? Вовсе нет! Просто мне не нравится, что вы совсем не считаетесь с моим мнением! Ребята, да что тут происходит? Мы договорились делать качели, но пчеленок с Лунтиком передумали! И решили построить беседку! А я не хочу беседку! А что, если построить и качели, и беседку одновременно? А как это? Вот так в лесу появились необычные качели! Или все-таки беседка! Не важно! Главное, все поняли, что ссориться вовсе не обязательно! Спасибо за просмотр! Удачи. Субтитры обусмотря. Субтитры подогнал «Симон»